На получение бесплатных лекарств имеют право люди с группой инвалидности, так называемые федеральные льготники, а также региональные льготники, страдающие с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, ревматологическими заболеваниями, перенесшие инфаркт или инсульт. Пациент получает от врача, от леча врача Эпикриз, с назначениями на три месяца. Далее он направляется в этот кабинет, где фельдшер ежемесячно выписывает лекарственные препараты, исходя из назначений врача. При ухудшении состояния или неэффективности лечения, пациент направляется фельдшером повторно на прием к врачу для коррекции терапии. С полученным электронным рецептом пациент отправляется в одну из государственных аптек за льготным лекарством. Причем фельдшер еще и подскажет, по какому адресу нужные медикаменты точно есть. Тамара Федоровна переехала в Дрожжино из Воронежской области совсем недавно. Она рассказала, что Южная поликлиника не имеет собственной аптеки, создает немало трудностей. Да и лекарств в последнее время часто нет в наличии. Врачи хорошо, все нормально. Они не против выписать. У них лекарств нет. У них половина нет. Вот у меня 10 заболеваний. Я по них половину не получаю лекарств. Даже больше половины не получаю. Я все покупаю от своей мизерной пенсии. Медики тоже подтверждают, такая проблема существует, но способ получить необходимое лечение есть. Можно сделать дозаявку и лекарства поступят в аптеку. Все решается индивидуально. Существуют аналоги техникарственных препаратов, у которых действующее тоже вещество, но торговое название другое и другой производитель. Тихонько импортозамещение сейчас идет. В скором времени в Южной поликлинике также планируется реализовать проект по телемедицине для дистанционной выписки лекарственных препаратов через систему ЕМИАС. Можно записаться в кабинет на ячейку телемедицины. Дальше в указанное время фельдшер связывается с пациентом через определенную программу посредством либо телефонного звонка, либо по видеосвязи и решает вопрос по выписке лекарственных препаратов. За льготными рецептами в Южную поликлинику могут обратиться прикрепленные к медицинскому учреждению жители – пациенты амбулатории Бутова парка и Измайловской амбулатории. Часы приема кабинета с понедельника по пятницу с 9 до 16. Подобные кабинеты также открыты во взрослой поликлинике в Видном и в амбулатории поселка Развилка. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok